Ну что ж, я всех приветствую. Давайте я представлюсь. Меня зовут Дурундуков Александр. Я психолог, телесно-ориентированный психотерапевт и тренер Института психологии и психотерапии «Интеграция» в Голос-Новосибирске. Сегодня у нас такая интересная тема, тема сказок. Мне эта тема очень близка, потому что я с детства сказки люблю сам, с детства их читал. Ну, как бы я вырос в нашем сибирском спальном районе, и мне как будто не хватало эмоций в детстве. Я вот поэтому, наверное, полюбил книжки сам. И вот, когда читаешь вот эти сказки, да, видишь, что интересно, как будто проживаешь жизнь в каком-то комнате, каких-то впечатлений, да. Надеюсь, у вас такое тоже было. Вот, и сегодня я очень рад поговорить про сказки не только как вот, ну, свое личное мнение, да, судьбой говорится, но и как специалист, как психолог, да. Почему, вообще, где эта связь психологии и сказки, да. Казалось бы, какие-то вот темы, да, психология это что-то серьезное, что-то непонятное. И сказки это вот, то, что дают детям, то, что, ну, такое простое, заходит всем, и где вот эта связь. Вот, и я хотел бы немножко историей рассказать, да, что психология, на самом деле, это такая наука, ну, молодая наука, ей чуть больше 100 лет, да. То есть до этого, где-то в середине еще 19 века психология как отдельного вида науки не существовала в принципе. То есть психология была такой, как предаток философии в свое время, да. Вот, и когда все-таки уже психологи уже решили, что они не философы больше, а психологи, им больше интереснее изучать, что у нас происходит в голове, что у нас смысле не происходит, и они решили отделиться, значит, от философии и психологии. И неудивительно, что сказки попали одними из первых, наверное, в фокус внимания психологов, потому что, ну, сказки это, ну, наверное, тоже ни для кого не секрет, это такие, ну, такой народный фольклор, да. То есть это такой результат народного творчества. Первые сказки появлялись еще в такие древние времена, ну, считается, что сказками стали первые мифы, которые потеряли вот свой сакральный смысл. То есть изначально древние люди как-то себе придумывали, как этот мир вообще живет и из чего состоит, придумывали мифы, потом развивалось все это дело, мифы теряли свой смысл, ну, соответственно, превращались просто вот в такие вот какие-то поучительные истории, да. Вот, и я бы хотел сказать, что, ну, психологи много кто, ну, там, какие-то делали, какие-то записи, какие-то замечания, да, но я бы хотел выделить одного психолога, вы, наверное, я надеюсь, слышали про него кто-нибудь что-нибудь, Карл Юнг. Это один из основателей психотерапии, как вида деятельности, да, и Карл Юнг, почему я именно про него хотел немножко сказать, на мой взгляд, он вот, ну, максимально связал сказки с психологией, да, сам Юнг, у него детство было такое довольно тяжелое, это швейцарский психолог, он психиатр вообще по образованию, у него в семье была такая одна большая трагедия, можно сказать, его мама страдала психологическими заболеваниями, то есть, и все это происходило на его глазах, то есть, он видел, как она видит всякие образы, там, галлюцинации, то есть, она там, всякие психозы при нем происходили, у него это все производило огромное впечатление, он самому начинало казаться, что он видит, там, призраков, там, какую-то магию, там, и так далее, из детства его уже, вот, все эти вещи, все волшебство, какие-то, вот, ну, какие-то потусторонние силы, все это его из детства уже интересовало. И поэтому, когда он вырос, стал уже великим таким ученым, он немало времени посвятил ее на изучение сказок. И что он обнаружил? Он обнаружил, что сказки народов мира, вообще всех народов мира, имеют очень много общих черт. Да, причем, до того дошло, что, ну, сначала, там, ладно, изучал, там, сказки, всякие книги, сказания, там, европейских народов, и, ну, казалось бы, ладно, они там могут друг с другом пересекаться, там, сюжеты могут быть похожие, там, герои, там, да, злодеи, все, вот такие вот персонажи. Но он начал изучать и местные народов, Южной Америки, да, получается, индейцев, народов Австралии, народов, вот, северных народов, с их, там, богатой шаманской историей, да. И обнаружил, что у всех этих народов, во всех вот этих сказках и сказаниях, какие-то, вот, ну, очень похожие какие-то черты встречаются. И, ну, его это очень зацепило, ну, как так, казалось бы, народы вообще не пересекаются, а сказки похожие, да, ну, как это происходит. Он не стал заморачиваться особо, там, научно как-то доказывать, он решил, что, вот, вокруг Земли существует какой-то, ну, такой невидимый психологический фон, к которому мы подключены, да, сами того не осознавая, и вот из этого фона психологического люди, значит, питаются на фантазию. Короче, он не стал заморачиваться, он решил вот так, да. И в этих, то есть, что происходит, тоже очень интересно, вот, вот эти похожие герои в разных народах, которые мы, как будто, получаем из изменений, из какого-то там психологического поля, да, невидимого, они, как бы, ну, это такая сложная теория, я попробую по-простому сказать, как будто вот эти все герои образуют вот нашу личность. Вот у каждого человека есть вот эти части героев сказок, да, вот эти все части, они образуют нашу целую вот эту личность, да. Например, вот я вот выписал самых частых героев, да, которые я написал, сейчас тыкну, вот. Ну, первый персонаж сказок – это, соответственно, герой, да, тот, тот, он что-то активно делает, что-то меняет. Вот, я, не знаю, как бы, прошу прощения за мои, за мои творческие способности, я вот вырезал в разных героев, потому что герои бывают разнообразные, да, но что объединяет всех героев? Всех героев объединяет то, что в образе героев персонаж что-то меняет, что-то активно делает, да, соответственно, в нашей личности, у которых, вот у нас у всех есть этот образ героя, а когда мы что-то активно делаем, что-то меняем, соответственно, главенствует, ну, то есть, грубо говоря, управляет нашей личностью сейчас вот этот архетип героев, да, как он их называл, архетипом. А что побуждает героев действовать? Давайте посмотрим в сказках, кто еще часто встречается? Встречаются вот такие, ну, я назвал общим названием такие, принцессы, да, это такой образ чего-то светлого, чего-то такого невинного, к чему герой наш стремится сказать, да. Например, вот, когда в нашей личности вот этот архетип принцессы начинает нами как бы руководить, что мы начинаем делать? Мы начинаем там радоваться, там, там, какое красивое солнце, да, там, птички щебечут, нам кажется, что мир нас любит, там, мы прекрасен, мы получаем удовольствие, и вот это вот все, чистоту и красоту мира мы воспринимаем из вот этого вот образа, который, ну, в сказках перенесем, ну, в образе принцессы, да, например. Еще один образ, какой, как вы имеете? Владимир. Сейчас дойду, это один из ключевых образов, да. Есть еще очень часто в сказках есть образ вот такого короля, и образ такого, ну, взрослого такого, родителя, да, который нашего героя, ну, как-то снабжают, там, какими-то ресурсами, чтобы он пошел, там, на какие-то подвиги сделал, там, лошадей дают, там, нечто дают, там, денег напутствия, да. А вот эти говорят фразы, вот эти, да, надо, надо сделать, надо спасти принцессу, да, иди делай, да, вот. То есть вот этот архетип короля, если в нашей личности смотреть, да, это какой, как вы думаете, когда мы, ну, действуем вот из этого образа, все это на нас привести? Не знаете, да? Когда мы сами себе говорим, надо делать, да, не хочу делать, а надо, вот, в этом случае включается вот этот наш архетип, ну, в данном случае я его назвал король, да, там, король, родители, может быть, да, какой-то старший, то есть названия могут быть разные. Ну, и, соответственно, самый тоже главный персонаж, это злодей, да. То есть это такие персонажи, которые, ну, грубо говоря, позволяют себе то, чего мы себе не можем позволить, да. Могут быть гадкими делать то, что они хотят, не боятся последствий, там, захотели, украли это место, захотели, там, что-то там изменили, что-то там разрушили, совесть их не мучает, им вообще замечательно в своем образе, да. Соответственно, когда мы что-то делаем плохое в нашей жизни, мы, получается, действуем из образа вот этого архетипа злодея. Вообще, это очень крутая идея Юнга, что вот наши вот эти вот архетипы, которые, ну, вот, составляют нашу личность, да, они просто вот в сказки просто берутся и раскладываются, да. И мы можем вот этих вот всех героев прям рассмотреть. Вот чем психологи любят сказки, что, ну, вот эти образы, например, образ злодея, да, и мы можем не, там, не по людям это все наблюдать, да, а какими чертами обладает, там, например, ну, вот злодей, чем обладает, да. Видите, да, вот. Даже можно по внешнему виду посмотреть, какими чертами они обладают. И, соответственно, вот люди наделяют вот героев сказок такими чертами, которые свойственны, ну, вот, какой-то определенной культуре, да. Вот, это вот то, что я хотел рассказать. Ну, соответственно, и, ну, как бы психотерапевты не были бы сами собой, сами, 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 так-то так, да, если бы не придумали целое направление психотерапии, которое так и называется сказкотерапией. Это такое направление, где, ну, вот, представляете, как психотерапевт работает, да, приходит человек, садится допросикотерапевта и разговаривает. Очень круто это направление работы с детьми, потому что, ну, некоторые очень тяжелые переживания, ну, детская психика еще не вывозит, да, можно сказать, объем. Потому что ребенок из психики маленький, если у ребенка такие сильные, тяжелые переживания, он просто замукается, он просто отключается от этого мира. А когда терапевт предлагает ребенку, там, например, сочинить какую-то сказку вместе, да, ребенку становится легче, он как будто немножко абстрагируется от своей ситуации, и он начинает, вот, например, терапевт говорит, давай придумаем с тобой сказочку, да, вот придумай героя. Ребенок начинает придумывать героя, наделяет его какими-то чертами, соответственно, эти черты соответствуют самому ребенку, и с этим уже проще работать, да, в то время как, ну, напрямую, если не получается работать с ребенком. Ну, вот, такое, как бы, теоретическое вступление, я вот хотел бы сказать, да, как мы, психологи, пользуемся сказками. Теперь бы я хотел немножко рассказать про некоторых героев, которые, ну, сказочных, и давайте попробуем представить, как эти герои, ну, судьбу вот этих персонажей, если бы они появились в нашем мире, да, реально. Вот, видите, я вот выбрал сам, который мне нравится, естественно, да. Вот, больше всего, на самом деле, меня впечатлила какая-то дама, зовут ее Эфисентес, все смотрели, читали, да. На самом деле, очень интересная такая женщина, вроде бы она, как бы, и злодей, с другой стороны, жизнь ее заставила быть злой, да, у нее внутри все-таки остались вот эти какие-то черты доброй феи, да. И вот, ну, как помните, наверное, если кино смотрели, что, вот представьте, вот Мадефицента появилась в нашем мире, да, вот Дмитро появилась, вот эта женщина. Вот какая судьба у этой женщины, да. Сначала она потеряла в детстве мать, да, потом в юношестве ее предал молодой человек. Соответственно, ну, какое доверие может быть у этой женщины, да. Она действует только из позиции силы и контроля, да. Соответственно, какая ждет судьба Мадефицента в нашем мире? А вы бизнес-леди? Да, бизнес-леди, это про контроль как раз, да. Как она с мужчинами будет строить свои вообще отношения? Будет ими пользоваться? Не то, что будет пользоваться. У нее, вот помните, в мультике был там ворон, ее слуга. То есть ее мужчина должен быть ниже ее парам, тогда он безопасен, тогда она может ему что-то, ну, как бы, какие-то дела передавать, но при этом, опять же, полный, правильный контроль. Отсюда пошли все психологические проблемы, да. Одинокая женщина, которая ушла, там, не знаю, ну, ушла вся в работу, личной жизни нет, потому что мужчинам доверять нельзя. Что может спасти судьбу Мадефицента? Психолог. Либо психолог, да, либо рождение ребенка, да. Соответственно, вот, опять же, по фильму, помните, когда она стала добреть, когда вот ее добрая часть начала, ну, как бы, из этих темных ее вот этих вот оков вырываться, когда она начала, ну, расти принцессу, да, вот, то есть, как бы, ей помогать. Соответственно, если Мадефицента пришла к психологу и давай работать со своим внутренним ребенком, она может как-то вот эту свою добрую часть развить и, ну, как-то начинать пробовать менять свою жизнь к лучшему, да. Там доверие к мужчинам, тут вообще все грустно, и, скорее всего, Мадефицента так и, ну, и... и состанется в одиночестве, да, потому что, ну, очень жестко. Заметили, кстати, в кино она избавилась вообще от мужской роли, то есть мир стал женский. Роль полип, все, она там сразу вся освободилась, ей стало хорошо, да. Причем, смотрите, у нее есть тотальный контроль, то есть она родит ребенка, там, девочку обязательно, да, скорее всего, девочка ее, ну, попытается от нее убежать, потому что, ну, мать контролер, это ужасно, да. Особенно, если девочка начнет расти и бунтовать, то, скорее всего, и с возрастом, если Мадефицент не пойдет к психологу, девочка от нее убежит и не захочет с ней общаться. То есть в нашем, в наших реалиях Мадефицента ждет все-таки, ну, больше, ну, такая, незавидная такая участь, да, такого, как одиночества. Давайте следующего посмотрим. Вот этот персонаж мне тоже очень нравится, очень однозначный, казалось бы, тоже изначально злодей, да, но обстоятельства раскладываются так, что он играет роль главного героя, положительного героя в истории про Шрека, да. Давайте представим, как он Шрек в нашей жизни бежил. Какое у него детство вообще могло быть, у этого бедного Шрека? Ты их можешь представить? Он родился в деревне, возле полот. Смотри, такой родился в деревне, такой большой, такой, да, ну, такой, ну, не очень симпатичный ребенок, такой, да. Как к нему относятся дети? Да, дети начинают его, там, ну, модное слово сейчас булить, да, начинают его, всяко-разно, докапываться до него. Так как он здоровый, он может сдать сдачу, он ее дает. Но, так как у него все-таки нежная, детская душа, он предпочитает все-таки не травмировать себя лишний раз, да, а уйти вот в свое болото, в свой внутренний мир куда-то, да, достать одиночку. Вот, и детство Шрек проводит вот в таком, в одиночестве, в своих, там, каких-то, там, выдуманных мирах, там, у него нет друзей, он в них не нуждается, ему комфортно обновляет, да. При этом у него, когда он подрастает, там, в классе в 8-9 появляется друг, да, осел, такой, тоже такой своеобразный парень, с которым они не очень хотят ладить другие дети. Но, тем не менее, они находят, ну, я думаю, таких детей, в принципе, можно представить, да, в нашей жизни вот такие вот одиночки, которые вот, ну, такие странные, да, вот странные друзья, у них странные интересы, да, при этом они как будто немножко в стороне от всех, ну, от другой детской компании, да. И что происходит со Шреком? Вот он вырастает, он не любит людей, он к себе никого не подпускает, потому что небезопасно, потому что они его могут ранить. Он грубый такой парень, да, и вот он встречает, там, девушку где-нибудь на работе, там, устраивается куда-нибудь, и встречает, там, какую офисную фиону, да, которая на него обращает внимание, и, ну, там, не сразу, да, в шоке не отрывается, да. И что происходит? Если вдруг вот такой Шрек в жизнь влюбляется, то, ну, он способен построить вот крепкую любящую семью, то есть, это такой персонаж, который, ну, не способен на измены. Вот если он открылся человеку, он сделал это один раз, да, и он будет любить этого человека на себя. Поэтому, ну, я бы сказал, что Шрек, в принципе, в нашем мире, ну, ждет такая, ну, довольно-таки, да, семейная счастливая жизнь, да, может быть, он по жизни немного чего добьется, да, потому что, ну, с коммуникациями у него все-таки проблемы, да, но он семейную жизнь, а Шрек и Шреки в нашей жизни способны создавать. Давай следующий персонаж посмотрим. Ну, это вообще мой любимчик. Карлсону я обожаю. С одной стороны, он похож на такого пупса, да, такой, ну, ребенка такого, да, упитанного, но у него такая самооценка бешеная, да, такой, ну, не зря говорят с мотором в одном месте, да. То есть, вот, как, как вы думаете, Карлсоны, как в нашей жизни вообще выглядят, что они делают? Бизнесмен крутится вверх. Вообще бизнесмен, просто, ну, как говорится, огонит задницу, да, он, ну, любой проект, он вообще, он везде, он всех зажигает кругом, при этом с него что-то спросить невозможно, потому что он тут же соскочит, там, он все понимает, там какая-нибудь беда случилась неважного, там, неунывающий такой. То есть, такой парень, который, ну, не пропадет, у него всегда будут деньги, у него всегда есть, там, какие-то знакомства, да, он такой заметный, да, в компании, такой, любят, когда его уважают, да, когда его восхищаются. При этом, ну, вот эта вот детскость говорит о том, что вот он любит тоже, чтобы вот немножко с ним, ну, как с ребенком, там, не жили с ним, да, вот. Вот, и, ну, какая беда у Карлсонов в нашей жизни? Карлсоны, к сожалению, что? Тревогония? Зимы, не беда, это довольствие, это кайф, он вообще не страдает, что он там не красавчик, да, на самом деле, он для себя, он просто волшебный. Вот, и от девушек у него не будет отбоя, потому что они будут заряжаться, он будет притягивать девушек, от своего заряза, да, своей энергией. А беда в том, что Карлсоны, ну, они не способны построить серьезных отношений, да, это люди, которые, вот, привыкли себя влюблять, да, им нужно, чтобы ими восхищались, но влюбиться самим для них это очень небезопасно, это зависимость, да, это, ну, как бы, то он всесильный, все его любят, да, а тут он будет от кого-то зависеть. Для Карлсоны это вот такое, недопустимо, да, и поэтому, вот, Карлсоны, вот эти вот бизнесмены, они, ну, к сожалению, не способны построить семью, даже если они создали семью, они тут же начнут изменять, они, вот, на детей им кофе, да, вот есть, на деньги, все, отстаньте от меня, пошел дальше. Для Карлсоны это такие бизнесмены, которые вот без, без семьи, без личной жизни. А ты помнишь, какой он ее боготворил? Он бы вряд ли бы с ней стал жить, согласись, он так, он поиграл роль, повосхищался, получил вот это удовольствие и все, и свинтил потом. А он бы ее любил как человека или как функцию? Вот она ему готовит плюшки, ну, отлично, я тебя люблю за это. Плюшек нету, все, извиня, пойду другую футбокку ищу, да, то есть, ну, вот такие вот, кажется, да. А там, конечно, это больше нарциссическая часть или инфантилизм? А, это нарцисс, сто процентов такой. Ну, инфантилизм, это вот эта детская часть, но, опять же, инфантилизм включается в безопасной обстановке, да, вот, если вот он, не знаю, нашел девушку, он может себе позволить рядом с ней побыть, ну, слабеньким, но, когда он почувствует, что что-то начинает сближаться, он, ну, нафиг, я уже уйду отсюда, а то сейчас я в этом провалюсь, и все, и такое и жудо вижу, да. Дальше поехали. Вот, вот эти кадры вообще в нашей жизни, это что-то. Бэтмен. Кто такой Бэтмен? Кто такой Бэтмен? Затворник, одиночка? Он не то, что затворник, это человек, который сам решает, кого он будет спасать, да. Ему пофиг, жертва просит его помощи, не просит, вот Бэтмен, если решил по жизни кого-то спасать, он это делает, да. А кем может работать вот Бэтмен в нашей жизни, вот он появился, какая работа прям его? Адвокат? Да, адвокат, отлично. ДПСник? Ну, ДПСник спасает людей. Ну, это такие силовые структуры, да, этого, полицейский, может быть, такой, который может там людей спасти, да. Необязательная профессия, может быть, да, вот он по жизни, вот он видит кому-то вот, ну, тяжело, он не спрашивает человека, нужна помощь, нет, он решает, что, блин, он поможет этому человеку, его выкидет. Там, не знаю, вот эти вот, когда, ну, не знаю, помогают алкоголикам в созависимых отношениях, там вот этот Бэтменизм прям вообще сквозит. То есть алкоголик не просит его спасать, ну, нормально, а вот эти Бэтмены начинают тут на себе миссии брать какие-то, да, вот они решают, что они должны спасать людей. Вот, и минус жизни Бэтмена в нашей жизни в том, что вся их энергия уходит вот на вот это спасательство, на социальную жизнь, да. Они в личной жизни Бэтмены, к сожалению, ну, я бы сказал, ну, не то, что несчастны, они очень редко обращаются к своим вот желаниям, к своим хотелочкам, да. У них вся энергия вот туда, люди, я вам помогу, побежал, да. А то, что хочет Бэтмен, то, что он сам хочет. У всех Бэтменов у них, на самом деле, внутри вот маленькие раненые дети, которых они защищают свой Бэтмен, да. И вот им очень страшно как активы, ну, со своим внутренним ребенком. Поэтому очень часто Бэтмены приходят к психологу с такой депрессией, да, с таким запросом, типа, я устал, вот. Еще хлеще сейчас будет персонаж, похлеще Бэтмена, это Джинн. Их даже внешне можно определить. Джиннов, ну, сегодня у нас нет таких людей, да, типов. Это такие люди с очень мощным верхним высажем и очень слабыми, маленькими ножками. Видимо таких людей, да. Вот это вот, вот Бэтмен помощник, а Джинн это просто, помните, как Джинн вообще, ну, что он там делал? Он исполнял желания у других и все, своих желаний нет. Не нужен, вали в эту маленькую лампу, да. Нужен все, делай он там, всякие вот волшебство делает, да. А, то есть Бэтмен, который, грубо говоря, разогнал свои вот эти вот желания помогать людям, он превращается в Джинн. Да, то есть это человек, социальная жизнь, это он, социальные работники всякие, да, которые, мне не надо денег, дайте мне вот помогать другим, да, где не важно, где я живу и как, я хочу помогать другим. А такие люди тоже нужны в обществе, конечно, но, опять же, согласитесь, вот, ну, в своей личной жизни вот для себя эти люди счастливы, вот, как вы думаете, вот, если их столкнуть с собой. Да, если, вот, джинны, на самом деле, если они доходят, опять же, вот до психотерапии, очень много плачут, потому что очень много они, ну, как бы, вот эти силы, которые нужно для себя трактить, они удерживают наружу. Ну, давайте, я думаю, последую. Ну, и Гуратино тоже такой классический персонаж, Пиноккио, Гуратино. А чем отличается Гуратино? Во-первых, он деревянный, да, он не очень знаком с целью и чувствует, да, такой. Вот, а во-вторых, что там еще, Гуратино, помните, что он хотел? Что хотел Гуратино? Он хотел жить в кайф, ничего не делать, получать кайфушечки, хотел денежки получать ни за что. Ну, Гуратино там поменьше история, да, у Пиноккио очень много там. То есть, он постоянно заводился какими-то там идеями, да, там, пойдем туда, там, получишь, там, халявку какую-нибудь, в итоге он там получал какие-то эти ключи, там, в асфалт превращался и так далее, да. То есть, это такие вечные дети. То есть, вот, если Гуратино в нашей жизни, ну, как бы, ну, переселить, да, чем будет заниматься взрослый Гуратино вот этим? Не знаете? Может, они делают инфокурсы, всякие? Они будут, да, вот, там, вкладываться куда-нибудь, там, быстрые доходы, вот эти всякие ставки делать, вот это вот все, короче, какие-то там, сомнительные, там, какие-то аферы, там, да, вступать, там, короче. Денег не будет, все, кайф не будет. Они ждут вот этих денег для кайфа, но при этом не хотят ничего сделать, да, поработать. Они хотят вот как-то вот, ну, халяву вот эту получить, да. И, то есть, такой Гуратино, если он не повзрослеет, да, психологически не станет более зрелым, Такие Гуратино заканчивают обычно, ну, довольно-таки плохо, да, либо их доходят кредиторы, да, не совсем законные, либо, ну, там, они залазят какие-то там аферы и, там, попадают в такой вариант. Вот, это такой пессимистический вариант, да, жизни Гуратино. Что же может спасти Гуратино, кроме, ну, естественно, психологических людей? Нормальный, нормальный. А, Гуратино должен возрастеть. Должен понять, что, блин, ну, ничего, ты не добьешься, просто так, просто так не бывает. Ну, возможно, у кого-то там бывает, у нас такая, да, в твоей жизни. В твоей жизни ты не будешь это, да. В Гуратино, да. В Гуратино, да. Вот это приоблах. Но он будет, не будет, а лявость, а лявость хочешь делать. Да, не в твоей жизни. Да, не в твоей жизни. Вот. Ну, что будет, и, то есть... Вот, и если, не, начиная с наследственность братья с себя, то вот захотел, он, может, обязательно, для вас, мне бы, да, что не будет, там, любит, королевих, помогает. Пойдет, позаботит, Dayton, а что расстает, и, так далее. Будет, это,こう, а будет, и, так далее. И поможете себя ответить за свою насыду. И тогда Гуратино пришлокослещим, строим, тревоги, 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 тревоги. Вот. Если хотите, я как интересный герой терапевт могу, собственно, по вашем примере показать, кем вы и каким вы героем могли стать. Судя по вашим проекциям, по футболистам и так далее, то смело выходить. Вы мне сейчас поможете, мы сейчас все вместе это поделаем. Как тебе, Рикита? Очень приятно. Саша, вот вставай прямо. Ну, вставай. Ага. Вот смотрите. В чем секрет вообще? Я как интересный герой терапевт могу сказать, что все наши вставники, они все планируют на ваши остатки, на ваши поведения. Вот смотри, как ты стал. Да? То есть руки назад. То есть как ты себя немножко поддерживаешь. Вот смотрите, какая самая часть, ну, если планируется часть. Ноги. Ноги. Так, у чего, да? Думава, да. Ноги. Ну, вставай в этот герой терапевт. Вот давайте немного подъем. Вот ноги, пожалуйста. Вот ноги. Сколько лет назад? Сколько лет назад? Постаньте. Постаньте. Ну, я бы сказал, что он хочет. Ростковник, да? Не взрослого, а не взрослого. Не детский. Он не ситроен. Я не исправил это. Я про общее впечатление. Возможно, это вообще есть. Но согласитесь, согласитесь. Я взрослого, я тебе помочь, я не помочь. Нет, да? Мы не оцениваем. Мы не оцениваем. По факту. По факту. Так, давай. Голова. Взрослая голова. Вот прямо сейчас. Да, да, да. Да, да, да. Да, ну, младший, да? Младший возраст. А, да. Смотрите, давайте. Давайте глазки. Что там наши глазки? Я шамунг глазки. Я шамунг глазки. Ну, слушайте, ну, глаз, слушайте, с 20-ти. Да, да, да. Да, то есть, там нифига не детские глазки, да? Глазки, да? Глазки, да? Такого парня, что... Такого парня, что... Я вам приличу. Я вам приличу. Да? Вот. Смотрите, в общем, впечатление. Ну, такой помладший своего. Младше самодородов. Да. Ну, в детстве. В детстве. Сейчас, еще раз. Немножко сзади. В детстве. Ага. Спасибо. В детстве. В детстве. В детстве. Ага. Вот заметьте еще. В детстве. Есть такая асимметрия. Плечик положили, да? Отлично. Ну, сделай руки. Сделай руки. Сделай руки. Плечик вперед. Немножко. Немножко. Вот. Ну, смотри. Ну, на самом деле, у тебя такой сплав. Не сплав. Сказал. С характером. С характером. Да? То есть, тут есть такой, ну, как называется, оральный детский характер, да? Есть такой, есть павдмярный сетей. Вот этот, ну, как Бэтмана. Вот этот, да? Такой здесь характер. Ищите. Ищите. Да? Такой. Немножко, немножко. Типа Бэтман Хардас. Хардас. Типа дьялос. Типа всех тут соблазинных, да? Да? Да, да, да. Вот. Ну, кем бы ты мог в сказке быть? На самом деле, я по-настоящему, я по-настоящему, я по-настоящему, я бы сказал, что это ниже, я бы сказал, вот, как будто верхняя половина. Это такой карлес. Это карлес. Вот. В чём такой, ну, в чём тиментуально, в голове. А в нижней части, такой, ну, больше детского, да? Один, я не знаю. Сказка. Сказка. Ну, можно, можно, я бы позвоняю, что бы смею. Что-то немножко, вот, по-настоящему. У нас, по-настоящему, 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 по-настоящему. Вот. Такой вот. Китерпэн и карлес. Китерпэн. Спасибо. Красиво. А что это себе зодо? Ну, ещё, если кто не хочет, то, я хочу вам взгляд. Пожалуйста. Пожалуйста. А, если хочешь, то есть, то есть, то есть, то есть. Ну, вот так. Пойдём. Ну, смотри, как тут зодо. Так. Так. Какая часть? Какая часть? Как тебе? Алина, да? Ага. У Алины. Какая часть самая? Алина – самая взрослая. Маленькие красавицы, да? Алина – очень красавицы, да? Подсуждаю. Может, как? Какие за цены. Какие за цены? Ножки. Ножки взрослые. Да. Да, такие взрослые – такие взрослые. Суини и мозг, да. Личка. Личка. Интерес какое лицо, да? Какая девочка, какая-то классная, классная, классная. Что это такое? Как он боится? Да. Вы смотрите. У нас тут такой, например, такой аранчик, такой ребеночек. Вот ты как раз будешь в сказке, например, девочка, то есть из разряда, что хочешь, не хочешь, чем смотреть, плечик тоже такие немножко завернуты. О чем говорят завернуты плечики? Как будто мы нашу душу немножко прячем, все наши чувства здесь, здесь. А когда плечики не прячут, мы немножко небезопасны. Это говорит о том, что вот еще там, еще хочешь, потому что плечики завернуты, и плечики на кучке бегут. Ну, я бы сказал, что очень хочется, чтобы тебя баловали, чтобы ты будешь такая как принцесса, как всякая часть, как кушечка эти, но при этом в мире она как-то небезопасна, не знала, например, ну, мальчику даже не многие нравятся, потому что может откинуть, может отказать. Поэтому будешь сидеть, только ждать, в твоем замке, в твоем бизнесе. Ну, вот и сейчас. Хорошего, спасибо. Кто-то еще хочет? Давайте. Тоже бюджетчок можно слышать. Как тебе? Алло. Так. Смотрите. Какое вообще впечатление? Очень хорошенько. Ум? 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 Ум! Угу. В уши, я не знаю! уже моиamotothenics. Да, я такой, я бы сказал, что не дай Бог, что тут джентль. Я вообще открыл. Очень интересно. У тебя есть такая... Смотрите, плечи. Такие вешалочки. Это почему такие плечи? Потому что есть хроническое движение, и она привыкла вот так, вверх, плечи. Это уже прям хроническое. Это говорит о такой... Ну, как будто, во-первых, небезопасном, как сжимается, без гласного движения. А во-вторых, мы говорим, что можно будет давить ответственности, если ее потащилось. Или вот когда у нас слишком много ответственности, да, с каких-то, ну, отрешение надо понимать, мы начинаем длительнее поднимать немножко, да, не осложно надо. Ага. Вот. Я бы сказал. Я бы сказал. Это не ничего общего, ничего в клинике, не так. Ну, характер для меня в том, что люди живут больше, чем в любом мире. То есть, потому что, соответственно, что люди не безопасны, не безопасны. Да, вот это вот. То есть, если бы мир тебе, ну, там, приятен, там, для того какого-то зрения хорошего, если бы, конечно. Был бы, вот, приятен, там, и тебе бы хотелось, либо, хотелось бы, бы, меня на землю побежонных снатрижения не спринимал. А ты такая вот. У тебя вот там, видимо, богатая жизнь, богатая жизнь, да? А тут я, блин, жду какого-то под опыта, какая-то война, да? Какая-то. Вот. И, ну, и какой это может быть повелось? Вот этого вот шизоинного характера. Ну, я бы не сказал, что... Я бы не сказал, что... Буратино вообще не реально, что это нравится. У меня есть образ, но есть образ шизоинного, а робот. Такой человек, да, который уже обза чего-то и такой монетянин, может быть, по большому монетянин не подошел. Да что?! Да. Ну, и мусорка, на самом деле, для института, похоряется. Да. И наше лицо похоряется к ими отношениям, значит, наоборот. Согласен, с вами с другого поколения. Кマン что-то передашек, да, что говорил. Не надо, не надо. Да, с ними. Ну, и с этой вниманияю в которых, если кто-то, что-то. Вот. Ну, как-то вот так. смотри у нас же нету чистых вот есть вот сейчас да это все про ответственность справедливость ответственность что если да если я чему-то там упущу там что-то случится вот а поэтому нельзя но вот этот напряженный взгляд вот и вот этот вот страх между миром кто еще хочет как а а а а А если я постою и помолчу, ты не ослышаешь, не самишься. Как ты себя чувствуешь? Ну, вообще, вообще, мне очень комфортно. Какое напряжение есть, да? Конечно. В общем, три недели дома сделаю. А тут столько лет. Да, да. Да, сразу. Вообще, разный. Что дальше? А не то, чтобы как-то заширновал. Смотри, не вставал, как-то заширновал. Ну, можно по-другому. Давай как-то тоже. Ну, сейчас, только сейчас. Сейчас, только сейчас. Да, да. У меня три недели, два. Сколько силий, нет. Полностью, наконец, да? Усталось. Усталось. Да, да. Ну, не виноват. Так. А, да, пошли. Ага. Мы приходим, и приходим. Да. Да. Ну, смотри. Ну, все. Да. Нужно поменять. Мы еще полностью считаем. Да. Вы же не какие вы же не. Слабили? Ааа. Я вижу много не просто. По словам. Я просто шлюп, как раз. А, да. Я не успокоюсь. Смотрюсь сымпатами. Да. Я не успокоюсь. Вместе сымпатами. Вместе сымпатами. Да. Да. Вместе сымпатами. Ну, вот. Ну, вот. Посмотрите. Ну, психопат. Ну, психопат. Да. Да. То есть, смотри, для тебя важно создать, вот, знаете, такой образ у него, ваш семинар, что вы не знаете, как вы понимаете. При этом, это казать себя настоящим, не настоящим, ну, как ты тоже без опасно. Ну, просто проявляется без опасного, да? Вот. Поэтому, ой, вот это все происходит. Не посаживай, не посаживай. На самом деле, у тебя очень интересная тишина, как ты недовольна. То есть у меня очень подвижная чутка, сама тебя, потому что я уже, очень глубина, очень быстро начинается, подстраиваюсь, поджариваюсь. Ну, смотри, характер, он как бы с вами не меняется. Ты слышишь, что не слышишь? Десять цивилизации. Десять цивилизации. Десять цивилизации. Десять цивилизации. Базовые, что-то, что-то. Которые называют исковариваться. Ну, мы все, мы все. Вот, люди используют. Хорошо. Ну, то есть, ну, я не скажу, что... Тут такой, знаешь, интересный, на самом деле, психопат, мы там немножко наложили. Психопатом соблазняем. Да? А у тебя, у тебя что-то есть защита. Это защита. А не просто нас соблазни, сейчас соблазнащим, как люди есть. А что вот, ну, у меня, у тебя, у тебя, у тебя, это самый образ, Да? Вот тут, что он видит, тут, он как ниже не подходит, чтобы цивилизации шуми, цивилизации, да? Да, да. То есть, вот, как будто, то есть, вот тут, вот тут, вот образом, что, конечно, цивилизации шуми, да? Да. У этого нежного глина, если бы с ним было, если смотреть, как зато видят, встанешь, 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 встанешь. Ну, хорошо. Сейчас, да? Встанешь. Я бы как бы сказал. Да, я бы сказал. Возможно, есть вот такая вот детская, детская часть, да, часть, которая, ну, безопасная, какая здесь, и на нее ты, вот, этот пин, скафандр, скафандр, делал, да, из-за того, да, из-за демокрации. И, как это, может, какая-то, какая-то девеновочка, которая забралась в образ, какой-то, даже, не знаю, мёда мукупотичные, какие-то внуковные, ну, как быть м MIL Кожков? Хачеровки друг, может быть, есть такой мантикополитический, но сейчас слишком хорошо 100%. Ну, это всего лишь 58. Тогда более lancer secasic, как есть посанолетие того crasic." 你說 que no, осnculpa me, что это такое. Дев ignorанный кр κάáp, да? Тоже бы не молодё Bedоic. Ну, вот что там, вот что-то, короче, такое начинка. Ну, кого это? Нет, я не оцениваю, я не оцениваю. Хорошо. Что там, вот что там? Ну, смотри, сначала, 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 с облазнением. А потом, какая-то защитка пошла. Проводство, провода. Сейчас меня на пак, сейчас меня на пакет. Место все защитит, даже если это все играет, все играет, то это будет желание, то есть защитное действие, которое возможно и возможно в больнице, что у них будет опасный, у нас очень тяжелое, что у нас есть. Поэтому давайте будем делать иголочки, которые приятны. В смысле, когда вы здесь в больнице, или в каком-то плане с тобой? Это как меняет, как меняет, как в адресе. Ну, в целом, это, наверное, не очень. Хорошо, продано. Спасибо. Так, ну, давайте еще, если кто-то хочет, с одного обучения, тогда дальше. Давай, конечно. У тебя классный, у тебя классный. Да. Да. Да, да, да. Ты мечтал? Нет, не мечтал. А, ладно, здесь. Сейчас, там, держи, как уже. Так, ну, давай, снимем. Ну, давай, снимем. А, нет, детские. А, нет, детские. А, нет, детские. А, вы скажите, немножко вот, это будет джиней, да? Угу. Вот это вот смотрят, это же не так. Да. Спрятают. Спрятают. У тебя, на самом деле, это проигенность, смотришь, 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 смотришь. Так? Ну, ты, знаешь, это страшно, а ты, вот, такой, знаете. Знаете. Вот из жизни, скажи. Из жилищная шизоичность, да? Да. Это, это, там, аутишный, аутишный типичный образ. Знаете, да? То есть, заказывать, все это, или так. Вот, это вот они, да? Очень богатые. Очень богатые. Да? Там, куча всего. Общая всего. Ну, конечно, я вам сейчас взял, конечно, прожил. Я сегодня, пожалуйста, поднялся в целом. Да, тогда. Вот, это вот, это вот, это вот, это вот, да? И что-то, это вот. Я вас позвали вам. Спасибо. Нет, ну ты уже отзываешься, да? Ты уже раскрываешься, скрываешься. Да. Но у меня есть много думаю, что я слышал, как у вас. Как она, что, я не могуяснить, что я не увлекалась, что я не увлекалась. Вот. Что, вот, вот, борелась вот, союз в себе, фантазию, да? А во мне, что не так то, как я сильнее себя привлекала, да? Вот. Вы считаете, что, если я не умею, что не буду, что-то происходит. То есть, я уже, что, я рисую, что-то, что-то сюда, но сейчас ходят. У тебя было такое? Да, это... У меня есть видео, где мне 10 лет, но я возьмусь, я месяц. Камера поднялась. Да, не важно. А, ну только на камеру, только на камеру. Ну нет, на самом деле, я выступала в детстве, естественно. Ага, ну то есть ты как-то... Но, кстати, сидеть и взывать рядом, особенно когда это такая компания, где ты не очень хочешь увлекать внимание, это как будто брал выбор. Ну то есть, когда я понимаю, что именно я живу. Вы умираю чем-то собой, вот я живу, но такую собою не спусту никогда. Вот, да, если я стихопат или стихопат, оставить меня не сумасшедшим, что они там невыносимы, да, не спустя, я говорю, что все это последнее, без заметки, как будто в своей фантазии. Мне это нравится, мне очень нравится, сказка не слушается, а у нас уже 2 шизои, Я не виновата, у нас есть только. Ларка, вот такое, вот. Ну, да, это такая, вот такая, вот такой... Ну, это колдунья, да? Колдунья, да, такая эфия, ну, это больше, как кто-то, да, такого... Не речь мы не вели. Не знаю. Ну, такая, я не знаю, я больше не знал. Вы больше не знал в виде образа. Такая короче, девочка мата. Смотрите, в конце я бы хотел рассказать, что большинство сказок имеют такой универсальный сюжет. Вот я его опять же представил, что это позволит ему дизайнерские способности. Вообще, ну, не знаю, практически все сказки можно подложить сюжет в 50-х. С чего начинается? Сначала наш герой живет обычной своей привычной жизнью, неважно какое-то счастливое или счастливое. Происходит какое-то событие, которое полностью меняет. Герой понимает, что ты поставишь, что ты можешь, что-то надо делать, надо какую-то активность проверять. Он идет, совершает какие-то подвиги, что-то там делает, значит активно что-то меняет в своей жизни. И приходит при этом к какому-то результату. Ну, очень часто это какой-то приз, там, перецесса, там, да, ну, бывают сами, знаете, сказки с плохим концом, да. Но тоже там, в этом случае герой что-то получает. Ну, не хэппи, а не хэппи, а не хэппи. Плохой, как это происходит. Вот. Практически все сказки на этот сюжет записали. Психологи поразбирали, чтобы этот сюжет не отсюда. И, ну, как бы обнаружили, что это уже такое-то желание, жизнь человека. То есть у человека что-то в жизни случается, такое очень необратимое событие, после которого по-старому жить уже нельзя, а по-новому еще в природе еще не жить, да. Он начинает, ну, как-то это, как-то наживать и с того же дела, он делает эти действия, эти действия в зависимости, и по итогу приходит, ну, к какому-то новому образу жизни, да. То есть практически все сказки говорят о наживании какого-то организма главного героя. Вот. Ну и на последних я бы хотел тоже такой небольшой, как бы интерактив сделать, придумать сказку нашу про стражки, да. У нас все это присутствует. Я предлагаю такой «я начну» и каждое предложение добавляем в нашу сказку и посмотрим, что у нас получится у меня. Сказка наша, конечно, наша сказка. Все, кто здесь и все, кто находится, все участвуют в этом деле. И последний человек как-то заканчивает эту сказку. Это уже не было бы сделано, да. Так, да. Жив-был, жив-маленький. Маленький. Еще, смотри, классный. 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 Давай. Давай. И вот так поведем, вот так поведем. Ясно! Решила создать свою сказку с моим? И решил создать свою сказку с моим? Понятно. Его бы обладала, что больше. Отлично. Отлично. Если не готов, то можешь проводить этот презент. У него была помощь для девушки, а я живу. Пока не все закончилось. Невероятно, невероятно. Я хочу, чтобы я хотел завтра с подробностью попробовать. Классно. Классно. Так, 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 кто возьмёт ответственность? Так, не знаю. Давайте. Жир был Шизой, который решил зашить демоциарство. У него была бабушка, девочка. Которая, ну скажи, позже, позже. Так, что тогда? У него пока не случилось. Да, да. А, умерла собака. Умерла собака. Прямо. Прямо. Опять. Его воображаемая собака. И он, конечно, на поиск, наезд, но он исходил. Вот. Он начал прожимать. Он всегда. Так. Так. Он подошёл к нам и сказал, слушай, мы слушаем, у вас либо быть классными друзьями, но всё зависит от того. он хочет этого ответить. Отлично, отлично. Отлично. Да, и с вооря. Это… Он скажет... Я ему сказала другу. Я ему сказала. У друга сказала… Он сказал другу «Сказать». А закончат, он закончат, подавлении. И тут он просыпается. И потом... Да, я снимаю себя вечером. Это он пойдет. Все, 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 все. Спасибо вам. Спасибо вам. Ну хорошо, спасибо. Спасибо вам, надеюсь, вам полезно и интересно. Я тоже, надеюсь, вам полезно и интересно. Очень рад. Спасибо вам. Очень рад.